всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас с вами пятничная рубрика хочу все знать и сегодня мы с вами будем разбирать тему иллюзий на самом деле я очень рада что пришло это время и в таком знаете подобрала такое хорошее настроение когда можно вот именно покопаться разобраться в этой теме на самом деле я не знаю как работают другие тарологи но для меня таро так приоткрою вам немножко занавес я расскажу в двух словах для меня таро помимо того что это любовь это на самом деле еще и ритуал есть люди практики которые проводят ритуалы вот кто с этим знакомым знает как это все происходит для меня таро это не просто ритуал вот а это вот именно знаете как-то такая углубленная его версия начинается вообще этот ритуал с подготовки изначально я подготавливаю вопросы к раскладу сегодняшнем раскладе мне помогла ольга с вопросами и помогла конечно же наталья бинина за что я ей благодарна в разделе сообщества когда я предлагала оставлять свои вопросы на тему иллюзий наталья прямо написала целый список и сегодня мы некоторые вопросы этого списка с вами рассмотрим так вот первично я подготавливаю вопросы к раскладу независимо от того какой этот расклад вот а дальше в тот день когда я записываю расклад я во первых подготавливаю себя психологически дальше как и во всех раскладах нужно пройти в кавычках ритуал очищения значит я обязательно перед раскладом должна искупаться это обязательный ритуал и вот обязательно чистая голова чистая голова у меня выражается с тем чтобы не волосы помытый помимо того что я подготавливаю свой внешний мир я также очищаю пространство в котором я буду работать да это тоже очищение это тоже подготовка то есть на самом деле ритуал это не то что вот сам мастер проводит за 10 минут и и все на этом нет на самом деле подготовка к ритуалу она не менее важно почему потому что все что мы делаем я имею ввиду у самого мастера он пропускает это через себя и если нет подготовительного вот этого тост этапа а он направлен как раз таки на настроение на то чтобы наполнить себя необходимой энергией не какой-либо а в зависимости от ритуала так вот вот этот подготовительный вопрос создание вопрос он начинается не не в тот день когда я провожу да то есть вопросы я подготавливаю как вы видите за несколько дней до начала проведения ритуала в день проведения ритуала самой записи я уже сказала да то что во первых я очищаю себя очищаю свое пространство очищаю свою голову то есть я подготавливаю настраиваюсь на ту идею которую я буду пропускать через себя и потом вы уже видите непосредственно сам ритуал сам расклад и завершается примерно то же самое да то есть я убираю опять-таки свое пространство всегда переодеваясь то есть одна одежда это вот когда я провожу какие-то ритуалы да потом ну вот это вот знаете как снятие себя униформы до униформы такой если так можно будет сказать то есть ритуал не завершается на завершение расклада да он должен завершиться и дальше то есть есть еще какие-то действия которые нужно совершить и вот чтобы вы понимали к чему я это к тому что нужно любить свое дело независимо от того чем вы занимаетесь до чтобы вот эти вот ритуалы в кавычках прямом смысле неважно чтобы они приходят проходили так как нужно то есть не из-под палки а вот действительно так как нужно именно поэтому меня очень удивляет работоспособность тарологов до каждый день записывать расклады то есть я восхищаюсь людьми которые вот каждый день записывать расклады я не знаю выготавливается ли они к этому ритуалу таким же образом как и я или нет но это очень для меня это очень очень важно важно потому что тот смысл который я вкладываю 2 и мой подход именно к таро и те знания до которые у меня опыт есть который я прилагаю к таро вот это вот такая вот кухня вам поэтому и процессе самого расклада да я очень много энергии затрачиваю потому что опять таки не только использую ключевые слова да как я называю это ментальная щитка а еще интуитивно поэтому все что я озвучиваю все эти энергии я и пропускаю через себя скорее всего я их принимаю как приемник да я не транслирую вам поэтому если бывает очень такой тяжелый расклад я это прямо на себе проживаю иногда вот сейчас когда я записываю период годовых раскладов есть люди с очень тяжелой энергетикой которые но я не знаю ну сложно проходит какой-то свой путь либо это вот я я это все на себе ощущаю вот это чтобы немножко понимали как горит моя мама раскинуть карты это ничего да то есть это не гадание но по крайней мере я не занимаюсь когда не и так колода небо и земля а мы с вами готовы начнем с отступление потому что тема очень интересная для меня расскажу буквально несколько вещей которые я считаю нужным что вам нужно донести что было понимание данной темы вот и потом мы перейдем непосредственно к раскладу нас раскладе будет 12 вопросов поэтому заваривайте себе что-нибудь горяченького кофе чая кто что пьет когда смотрит этот расклад вот расслабляйтесь и мы будем погружаться с вами в магию таро начнем с того что такое иллюзия до разные точки зрения вот прежде чем нам таро расскажет с точки зрения таро да что же это такое я залезла значит в википедию в интернет загуглила понять что же какое понятие дается слово иллюзия так вот иллюзия в переводе с латинского означает заблуждение обман то есть это обман чувств нечто кажущие то есть искаженное восприятие реально существующего объекта или явление допускающая неоднозначную интерпретацию сразу мы понимаем да что у нас здесь есть некое восприятие ключевые слова до искажения и и интерпретация то есть искажение в принципе это и есть интерпретация реального вещества существа то есть у нас есть что то что есть реальное настоящее и есть его интерпретация это то что говорит google теперь если вы подписаны на меня в инстаграме я буквально последние несколько дней этот в stories выкладываю мнение моего учителя по магии который как раз ки отвечает на вопрос что есть иллюзия что есть реальность с ее точки зрения который мне очень очень близко то есть те моменты которые с которым я не согласна я их не озвучиваю а здесь я очень согласна согласна значит теории идея моего учителя иллюзия это воображение реальность это то что существует вне нашего воображения то есть все что мы можем вообразить это является иллюзия это вот ее точка зрения я не буду углубляться до рассказывать что и как теперь я расскажу с точки зрения психология что есть иллюзия это вот как раз ки очень созвучно с тем что говорится в гугле то что я вам сейчас зачитала ну и немножко пересекается как раз таки с интерпретация моего учителя значит согласно психологии любую информацию мы воспринимаем с помощью органов чувств это один момент да и второй момент это как раз таки объяснение интерпретация это этих этих раздражителей до этого восприятия так вот то как мы интерпретируем те или иные сигналы это и есть иллюзия и как раз таки все что касается всего что нас окружает в том числе и раскладов таро да я неоднократно про это говорила о том что то что говорю я это что транслируя это одно а то как вы это воспринимаете то есть как вы своей своим умом себе объясняете те или иные термины то что вы услышали до через звуковые какие-то сигналы да через визуальные сигналы то есть все что вы услышали в раскладе вы ваш мозг да он начинает это интерпретировать не просто так а на основе своего собственного опыта то есть люди они рождаются как правило фабула раса до латинское такое произношение ой термин переводится как белая доска да то есть то что на ней написано то что на ней напишешь скорее всего так оно и будет то есть ребенок когда рождается он ничего не знает и он с помощью своих родителей да ну на первых порах и того окружения что есть вокруг него начинает познавать этот мир то есть ему говорят вот эта ложка да вот эта кровать вот это можно вот это нельзя то есть изначально у человека нету этого то есть и а их свое время да этих людей обучали и их родители и поэтому возникает некая такая матрица в кавычках да иллюзий того что это так есть то есть и эти иллюзии никто никогда не перепроверяет то есть если нам сказали что небо голубое значит небо голубое и почему я не случайно вспомнила проект про небо то то есть это неоспоримый факт для всех вот то что небо существует да это реальность но то как мы его воспринимаем это вот как раз таки и есть иллюзия и я помню когда я обучалась маги мой учитель как раз таки говорил вам нужно сломать этот сценарий и показать себе что небо на самом деле не голубое а выберите себе ну не знаю что что что-то другое это мне почему-то все время хотелось увидеть небо в розовых тонах вот и был у меня такой как раз таки опыт когда я реально увидела это были до доли секунды когда мне удалось сломать этот сценарий я действительно увидела собственными глазами небо розового цвета я настолько этому удивилась настолько испугалась что буквально через минуту моё небо снова вернулась в голубой цвет то есть настолько силен страх вот но я реально видела да то есть мне никто не может сказать что нет этого не было это был углюк вот касательно глюков это тоже тоже еще ну не факт что это иллюзия иногда это может быть реальность так вот в понятии что уже такое с точки зрения допустим психологии и магии и то что я уже кстати философии тоже про это говорится неоднократно что есть наше восприятие основанное как раз таки на пяти органах чувств и интерпретируемая вот вот в чем важно да то есть иллюзия это не то что вот мы только там ощутили запах цвет звук или еще что-то а то как мы это интерпретируем то есть то как мы понимаем и славливаем сигнала это один момент он тоже может быть иллюзорен вот потому что есть например и визуальная иллюзия но есть еще и иллюзия времени например да то как мы воспринимаем время чисто субъективно иногда она быстро бежит иногда она медленно бежит да то есть это все чисто субъективно и она основывается как раз таки на интерпретации нашего ума поэтому недостаточно только эти сигналы славливать да с помощью пяти органов чувств но еще то как мы их интерпретируем так вот и интерпретация это есть по сути иллюзия существует ли реальность да существует реальность однозначно это то что вне воображение это то что есть некая такая константа я вам сейчас скажу одну такую мысль на подумать да просто на подумать мне она недавно пришла вот я все над ней размышляю для того чтобы придет тот момент когда я славлю этот инсайт в чем заключается эта мысль просто на подумать как основаны электронные игры если вы я просто давно уже видел один ролик на ютюбе который показан очень хорошо говорил как раз ки про иллюзию и про то как создаются электронные игры так вот раньше создавались электронные игры знаете с некой такой задержкой да то есть человеку надо было полностью допустим если это город прорисовывать как выглядит этот город вот а сейчас немножко технологии изменилась и что происходит вот если идет человечек например по улице в электронной игре то то что его окружает да это изначально прорисованное прорисованное далее что получается то есть а все что он не видит все что вне его зрения этого не существует то есть в электронной игре этого не существует и вот эта вот иллюзия в том-то и заключается что когда человек разворачивает угол да то есть как только он начинает сворачивать либо там направо либо налево либо поднимает голову наверх только тогда начинает выстраиваться это иллюзия тире реальность а то есть на самом деле в самой игре есть только то что попадает в область нашего зрения а все что он не попадает этого не существует какой-то момент психологи тоже нечто аналогичное говорили о том что на самом деле людей на земле не столько сколько говорится о миллиардах что это иллюзия да почему потому что там есть определенное количество по-моему около двухсот и проводились проводился эксперимент что на самом деле только столько людей а остальное это это и иллюзии да вот допустим вот вы выходите на улицу да и город он такой много очень много людей и вот сколько опять-таки то что вы славливаете это количество людей это существует но то что вне вашего зрения это не существует но то есть этих людей нет они они появляются только тогда когда вы на них смотрите как это устроено я не знаю я не могу вам объяснить но мне кажется что что-то в этой идее опять-таки это теория да я не могу вам ее доказать я не могу сказать что так это есть да или бы нет я еще сама до этого как-то говорится не не дошла но я над этим думаю последнее время что так 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 устроена вот вот действительно вот это вот матрица до в которой мы находимся что только существует как бы так вам это объяснить на некое такое тоннельное зрение и и восприятие у человека что только то что попадает в область его зрения но существует вот такой вот иллюзии у нас создает наш мозг интересная вещь просто подумать так загрузила но я знаю что пятничные расклады не случайно я назвала эту рубрику хочу все знать до следующей у нас темы заранее могу озвучить она будет касаться любимую с вами будем разбирать тему любви вот ну а сегодня мы разберем тему иллюзий итак сейчас я прокручу вопросы вот уберу отсюда мышку чтобы мне не занимало место и мы с вами приступим очень интересные кстати вопросами само любопытно что нам расскажет сегодня таро будет 12 вопросов так последнее время цифра 12 меня преследует надо сесть разобраться что это значит 12 месяцев в году 12 аркан повешенный духовный урок на что-то здесь есть цифры 12 надо потом подумать кстати чтобы вы понимали в своей личной жизни я никогда не использую таро для того чтобы посмотреть что-то себе когда-то когда я обучалась мне было интересно я думала сейчас я выучу и буду себе смотреть на оказалось самой себе как-то вот на на себя не интересно два четыре шесть восемь десять двенадцать и три пятнадцать карт хорошо пускай будет 15 итак если готовы мы приступаем значит что значит иллюзия о туз жезлов что значит иллюзия иллюзия это некая такая вспышка это некий такой энергетический всплеск это некий такой потенциал в древо жизни да в кабале все тузы у нас находится в сфере кетер а сфера кетер это еще называется помимо того что переводится как корона она еще и называется причина всех причин то есть корень всех корней то откуда все происходит откуда все начинается поэтому иллюзия это скорее всего некий такой потенциал знаете как это история вероятности да или как это правильно выражение говорится вот здесь вот что-то такое то есть иллюзия это некий потенциал мне здесь показывают как ящик пандоры что что из этого выйдет да что есть что что мы вытащим вероятности какие вероятности как какой потенциал того что мы можем создать то есть это знаете вот мне идет как как некая такая спичка а из этой спички что получится это искра поэтому я и сказала импульс это иска что из этого получится неизвестно то есть зажгем мы свечку зажгем мы пламя костер то есть потенциал потенциал очень много но это знаете это вот просто первичный какой-то выброс энергии как как вариант как вариант поэтому что что из этого получится здесь неизвестно давайте я утащу нет сначала стекар который здесь есть значит я уточню что же такая иллюзия вы не поверите выпадает карта семерка мечей да те кто знает таро не семерка мечей это обман и в данном случае не просто обман а именно самообман причем семерка мечей у нас всегда говорит о какой-то вторичной выгоды поэтому что же такое иллюзия исходя из того что нам говорят карты это некий потенциал некий такой самообман то есть самообман в чем заключается это наша собственная энергия это наша собственная сила которая создает все то что мы хотим да то есть некий такой обман причем чем чем выше и интеллектуальный уровень потому что семерка мечей у нас еще говорит про неординарное такое мышление про огромный потенциал связанный с нашим мышлением то есть по семерке мечей всегда люди проходят такие знаете с не то чтобы это визуализация а с каким-то с какими-то такими способностями знаете мыслить не так как все мыслить не неординарно вот как какие-то новаторские такие идеи какие-то новаторские взгляды на вещи то есть я не знаю вот что-то на грани некого такого сумасшествия и обыденности то есть но это однозначно больше больше чем простая вот обыденность больше по семерке мечей люди всегда знаете некие давайте назовем иллюзионисты да почему потому что чтобы обмануть здесь хитрость идет какая-то но для того чтобы обмануть себя либо обмануть кого-то другого да здесь нужно иметь какие-то определенные навыки то есть не так то просто обмануть любого человека да здесь нужно иметь какие-то знания и поскольку здесь мечи у нас и ту жезлов ту жезлов у нас говорит за импульс за потенциал а здесь есть мечи так вот здесь вот этот вот потенциал обман он именно в наших мыслях он может также скрываться с информацией мечей это все что у нас соответственно за наши мыслительные процессы и за информацию поэтому иллюзия исходя из этого мы можем сказать что это искажение да то что в принципе нам говорила гугл некое искажение восприятия либо некое искажение информации либо некое такое почему искажение потому что карта обмана либо некое такое искажение мыслительного процесса блин классно хорошо так а как она зарождается давайте посмотрим как у нас зарождается иллюзия десятка мечей как зарождается у нас иллюзия десятка мечей у нас говорит о неком таком переходном этапе до завершения чего-то одного и начала другого но здесь опять-таки мечи опять-таки про интеллект и опять-таки про убеждения то есть иллюзия рождается тогда когда большое количество присутствует разных убеждений которые убивают здесь вот что-то ну что они здесь убивают сейчас я я вам объясню какая информация идет построение построение реальности и аркан луны и выпал опять-таки непонятное да что такое непонятное непроявленное лунное до отсутствие ясности так вот смотрите отсутствие ясности какой там вопрос был как зарождается иллюзия иллюзия зарождается тогда когда у человека есть отсутствие если так можно сказать отсутствие некой ясности да когда у человека нету некого такого солнца когда присутствует очень много разных убеждений потому что мечи это десятки десятки мечей если вы смотрели в колоде все время уэйта то позиция правой руки убитого человека она как раз таки находится так же как и у иерафанта да то есть та же тоже как это называется построение пальцев да как показатель того что догмы да от аэрофанта догмы которые есть у человека догмы это что это определенный набор убеждений в которые мы верим потому что мы берем это от ярофанта аэрофант у нас про веру то есть то во что мы верим без без какой-либо проверки то есть действительно либо это так или нет то есть опять-таки некие такие автоматизмы которые нас формировали некие убеждения мысли в которые мы верим которые нас формировали так вот иллюзия как раз таки зарождается тогда когда очень много таких разных убеждений очень много автоматизмов и отсутствует по тройке педакли да построение чего по луне здесь перевертывала построение какой-то вот ясности да света то есть когда отсутствует свет как таковой когда нами управляют какие-то правила да то есть либо то во что мы верим здесь ощущение того что вот вам было понятно мы как будто бы здесь находимся не в нейтральной позиции да именно и когда вот здесь как будто бы мы не можем абстрагироваться от чего-то да то есть как бы так сказать вот мне показывают знаете как некую тюрьму когда человек в нее попадает он должен придерживаться каких-то правил да то есть вот там я не знаю в пять подъем либо в шесть подъем да потом они там убирают свое какое-то место куда-то вот как в пионерском лагере да опять-таки слово лагерь не случайно пионерский лагерь как на зоне лагерь когда все ходят вот как-то знаете по программе там шесть подъем потом опять-таки как в армии да убираемся потом все идем завтракать потом занимаемся какими-то делами вот вот это да оно как будто бы убивает какой-то вот знаете личный свет вот здесь мне как-то так показывает когда нет у человека как будто бы не то чтобы собственного мнения а человек не находится в свете он не находится в потоке он как будто бы знаете живет по каким-то правилам вот ему говорят вот так вот так сначала это то есть утром надо встать потом надо пойти почистить допустим зубы утренние процедуры потом пойти на работу то есть есть какие-то правила есть какие-то алгоритмы и вот иллюзия появляется тогда когда вот этих вот правил вот этих вот алгоритмов как надо их очень очень много потому что здесь не не один меч а здесь десять мечей десятки мечей человек умер то есть его убили его закололи его собственные убеждения так вот иллюзии как раз и появляются тогда когда убивают внутри человека ясность когда убивают причем луна перевернутая здесь да перевернутая луна это прямое солнце когда убивает в человеке именно индивидуальность не личность эго а именно индивидуальность то есть вот этот свет как будто бы вот знаете как как взять свет и точно когда я создавала курс древа жизни вот именно понятие великого взрыва да оно говорит о том как все выстраивалось в нашем мире да как создавался мир начиналось с того что первично был свет потом этот свет он начал сжиматься и вот именно в процессе сжатия начиналась появляться тьма да вот именно противоположность которая его окружала и свет сжался до какой-то вот определенной маленькой белой точке да и вот когда свет сжался появилась белая точка вокруг появилась тьма появился вот этот вот хаос кстати хаос воздух и почему я говорю по воздуху потому что мечи это тоже воздух так вот здесь десятка мечей она мне показывает вот этот вот процесс да то есть когда стал появляться некий такой хаос и свет сжался до того момента да опять-таки если я согласно теории великого взрыва да то дальше произошел взрыв и появилось творение так вот здесь как раз таки этот свет он сжался до того момента когда начал какое-то вот свое движение да как луч который из которого да в дальнейшем начало все порождаться то есть он начинал начал свое движение создавая некие такие вихри кому интересно в курсе древа жизни послушайте там я более подробно про это рассказываю ну то есть не я кабала это описывает так вот здесь иллюзия создается как раз таки тогда когда вот этот вот свет скорее всего когда душа да попадает здесь момент рождения действительно то есть иллюзия появляется вопрос-то был когда зарождается когда рождается человек когда он попадает в какие-то рамки когда он попадает какие-то правила в идеи некие которые им управляют да то есть задача как будто бы вот потерять вот этот вот свет да потерять свою индивидуальность для того чтобы как-то вот адаптироваться в нашем мире если вы что-то поймете в конце пишите потому что когда я нахожусь в потоке я вообще ничего не понимаю я фрагментами это все вижу хорошо третий вопрос как раз он по-моему о том что я только что рассказала сами мы формируем свои иллюзии или они существуют в рамках коллективного бессознательного ну в принципе я уже ответила на этот вопрос ну давайте посмотрим сами ли мы формируем иллюзии либо они есть в рамках коллективного бессознательного смотрите выпадает король кубков король кубков всегда говорит о о о прошлом он всегда говорит о прошлом и это чувство это всегда про чувствование так вот если мы отнесем к чувствованию наши пять органов восприятия то здесь как раз таки мы можем сказать что это передаваемый некий такой опыт навык скорее всего некое такое обучаемое то есть вторая вторая часть этого предложения то есть не мы сами формируем иллюзия они существуют в рамках коллективного бессознательного потому что почему я говорю рамках коллективного бессознательного потому что здесь выходит прошлое если человек только родился у него еще нету прошлого в этом воплощении потому что он только родился значит откуда он берет вот он берет как раз таки через первичное он получает через некие такие эмоции да то есть во время процесса сосания если мать грузию кормит алипы соска здесь неважно а вот эти вот первые ощущения первые прикосновения эмоции вот тогда начинает зарождаться то есть тогда когда ребенок начинает что-то понимать через звуки через кинестетику да то есть первично зрение чуть позже появляется а вот первично появляются звуки и вкусовые качества потому что через эту как бы сказать через это свойство да через эти навыки ребенок получают первую информацию ну давайте мы уточним может нам еще что-то скажу да четверка кубков четверка кубков у нас говорит как раз таки про такое знаете вот присыщение присыщение через некое такое пассивное состояние пассивное состояние очень напоминает да состояние ребенка когда ребенок только родился он еще ничего не знает то здесь как раз таки через пассивную передачу хотя допустим если мы скажем что это не период рождения ребенка а именно тогда когда человек если показать более абстрактно тогда когда человек находится в пассивном состоянии и он перенимает что-то из прошлого но именно подсредством чувств и эмоций когда он находится в пассивном состоянии в пассивном состоянии как раз это что мы сказали по луне они не перевернуты луна не по солнцу да то есть тогда когда у человека нету собственного не то чтобы мнение здесь не про мнение а здесь про умение подключаться к этому свету да про осознанность когда у человека нету осознанности вот здесь мне свет показывает да человек находится пассивный вот что ему дает почему он находится в четверке да почему находится в этой пассивности то что не пришло присущение присущение как каких-то возможностей присущением здесь эмоции да в данном случае кубков поэтому человек сидит такой закрытой позе да я уже ничего не хочу я уже все пробовал поэтому все чтобы вы мне не говорили это будет такой же что я уже и так знаю вот отсюда пассивность а если пассивность это низкие вибрации как раз таки она здесь может проходить какая-то лень а лень это опять-таки да не желание брать соответственность то есть отсутствие осознанности присутствие наоборот некой такой пассивности хорошо идем дальше осознает ли человек свои иллюзии и если нет то как это сделать осознает ли человек свои иллюзии тройка жестлов выпадает здесь хочется сказать знаете как что человек осознает свои иллюзии тогда когда он идет в это развитие почему потому что тройка жезлов у нас говорит о человеке который сделал уже первый шаг который уже принял некое такое решение то есть он не не просто так идет в никуда да он уже до этого вдойке жезлов как продумывал все да он принимал какое-то решение так вот в тройке жезлов идет принятие решения и как следствие открываются горизонты до открываются двери возможности чтобы человек двигался но он уже решение принял что я хочу дальше двигаться поэтому мы свои иллюзии осознаем только тогда когда мы идем именно в развитие почему развитие потому что жезла жезла у нас всегда это про огонь это про жизнь это про амбиции и это про развитие в том числе духовное там обучение развитие у нас всегда идет по жезлом не по мечам и по жезлом поэтому осознаем мы свои иллюзии только тогда когда мы идем в это да когда мы идем в развитие когда мы расширяем наше сознание вот только тогда мы понимаем а так в принципе нет так и следующий вопрос на значит был если мы не осознаем хотя сказала да то как это сделать ну вот здесь вот принципе уже ответ был до пойти как раз таки в в расширении своего сознания шестерка жезлов прекрасная карта согласно древу жизни опять таки почему я делаю отсылку к древу жизни да если кто не проходил этот курс потому что модель древа жизни да в кабале это такая знаете универсальная модель она не только подходит к таро она дает объяснение тому как устроен наш мир и вот согласно древу жизни шестерки все у нас находится в сфере тиферит а тиферит это как раз таки там та часть как бы так сказать человека который как раз ки соединяет низшее я и высшее я до тиферит тиферитуса относится планета солнце а в солнце это просамость и как раз таки человек обретает вот это вот психологически да свое здоровье когда он целостный вот это вот и есть самость когда он соединяет свое высшее я и низшее я да когда у человека соединена и личность то есть эго и индивидуальность высшее я дали когда есть общее понимание кто я так вот как как сделать так чтобы осознать свою иллюзию здесь человек должен быть в шестерке жезлов да то есть он должен стать победителем победителем как раз таки своего эго потому что почему эго потому что это шестая сфера тиферит вот и ей как я уже сказала соответствует солнце солнце это в перевернутой позиции да это проявление нашего эго проявления нашей гордыни что есть эго эго как раз таки и есть наша личность это наше восприятие субъективное да что в принципе мы и сказали является иллюзии вот здесь человек если говорить проще человек должен победить внутри себя свои иллюзии да он должен захотеть стать целостным человеком то есть он должен захотеть стать осознанным человеком он должен захотеть выйти и за рамки своего восприятия того что мы называем убеждения так несут ли иллюзии в себе какой-то потенциал или это нечто отвлекающее от истины несут ли в себе иллюзии потенциал шестерка кубков потенциала дать вот шестерку кубков это карта детства это карта прошлого это карта восприятия я хочу ее уточнить потому что сказать что несут или не несут здесь я не могу потому что это вот у меня идет ощущение знаете как будто бы это какое-то некое наследие до что вот передается передается вот именно в детстве то есть она как будто бы помогает адаптироваться что ли выжить на первых парах именно в детстве а дальше уже как будто бы идет самостоятельный выбор до что человек будет делать несут ли они в себе потенциал или это отвлекающее ну смотрите выпадает девятка мечей девятка мечей у нас говорит за опять-таки мечи до возвращаемся она говорит про страхи причем те страхи знаете вот прокручивание каких-то сценариев которые создают как раз таки нашу реальность потому что здесь мечи они направлены на будущее то чего о чем мы долгое время думаем и не просто думаем а это негативные мысли то чего мы боимся они создают нашу реальность так вот исходя из этого я могу сказать что потенциал который создают вот то что в детстве будет заложено принципе очень пересекается с тем что я говорила то что в детстве заложено особенно те страхи те сценарии о котором мы говорили да они в будущем более зрелых жизни будет воспроизводить реальность поэтому потенциал иллюзии заключается в том скорее всего чтобы воссоздать ту реальность да которая нужна будет скорее всего человеку то есть вот мы закладываем кирпичики в детстве для того чтобы в будущем да мы жили вот в том доме в котором мы создали а для чего для чего мы это делаем вот здесь вот не хочется уточнить то есть для чего ну понятное дело что то что я говорила во вступлении до родители нам передают вот эту вот иллюзию да что вот это кровать это стол это белая это красная и так далее вот для чего для того чтобы в дальнейшем человек мог выстроить свой какой-то опять таки мир но для чего он это делает для чего передаются иллюзии а вот здесь вот у нас выпадает двойка кубков а вот передаются они как раз таки для того чтобы мы пришли смотрите очень интересно здесь как будто бы знаете этот воспоминание об эдемском саде да когда прям аркана влюбленных только не хватает аркана влюбленных говорит о том что было изгнание адам и евы из райского сада для чего для того чтобы познать что есть добро и что есть зло то есть проще говоря мы пришли все в эти в это воплощение для того чтобы познать наш дуальный мир да то есть дуальность для этого и был создан наша земля потому что только на планете земля присутствует дуальность но не могу сказать что только потому что я же не палом других планет на нашем мире в нашем мире опять-таки согласно философии говорится о том что наш мир дуален да и душа для того чтобы познать себя я про это много раз говорила для того чтобы усовершенствовать себя потому что она к сожалению не идеально ей приходится воплощаться в мире дуальности чтобы познать так вот двойка кубков она у нас как раз ки карта который говорит аркан о гармонии да а гармонии какой гармонии здесь как раз ки нарисована очень интересно два кубка и в двух кубках есть дельфины до один восходящий ну как поток а другой нисходящий один поднимается другой опускается это как раз ки две силы до дающие и принимающие то есть вот мир дуальности поэтому вот это вот реальность до которой мы получаем в детстве одна даже может быть через страхи какие-то да она дается нам для того чтобы мы познали мир дуальности то есть иллюзия вот в этом потенциал да чтобы увидеть две крайности и в дальнейшем для чего нам это все нужно для того чтобы мы пришли к единству причем к единству пришли не после смерти а именно в момент проживания да именно при жизни чтобы мы пришли вот к этому единению пришли к этой гармонии балансу да чтобы мы увидели вот эту двойственность допустим плюс а это минус как у батарейки и вот где-то вот середина да то есть есть сила дающая и сила принимающая и сила уравновешивающая вот здесь вот как будто бы мы должны прийти к этой силе проживать в этой силе уравновешивающей но для этого нам нужно понимать дуальность этого мира вот для этого создается иллюзия если честно силы столько хорошо жить в реальности без иллюзии это страшно или безопасно жить в реальности да именно в реальности я не буду здесь узнавать что есть реальность что нам важно разобраться в иллюзии это шестерка мечей шестерка мечей она как раз таки и говорит о том что для того чтобы скорее всего пойти в эту реальность да нам нужно оставить позади 6 мечей помните мы начали семерки с обмана так вот шестерка мечей в развитии самой масти в истории развития масти она говорит о том что для того чтобы пойти к новым берегам тебе нужно оставить 6 мечей позади то есть 6 убеждения 6 правил которые тобой управляют потому что иначе ты не пойдешь к новым берегам иначе ты пойдешь к заново воспроизведению вот этих вот своих убеждения то есть здесь получается так что в реальности без иллюзии страшно или безопасно я бы не сказала что страшно я бы не сказала что там безопасно либо еще как-то бы назвала я бы сказала что реальность это нечто иное потому что это другие берега которые нам не знакомы но туда мы не можем попасть из-за того что у нас есть вот эти вот убеждения да из-за того что у нас есть в лодке вот эти вот 6 мечей которые мы не оставили если мы туда идем то мы коротко подпадаем семерку мечей в самообман на то есть мы сами себя обманули мы сами начали воспроизводить то что мы уже знаем так вот новое это всегда абсолютно новое это то что нам не знакомо а если мы живем вот мы сказали уже здесь детстве мы получаем какие-то правила установки да то мы не можем пойти в реальность почему потому что в реальность с теми знаниями которые у нас есть попасть невозможно надо отказаться от всего вот ключ если вы хотите попасть в реальность это отказаться от всего что вы знаете вот как если бы вы родились заново с чистого листа и сами бы узнавали не через кого-либо а именно сами вот но опять-таки это тоже своего рода иллюзия потому что когда мы сами что-то узнаем и так или иначе опираемся на то что нам уже известно и вот здесь вот если мы сможем отказаться того что мы знаем скорее всего здесь какое-то другое нам необходимо видоизмененное состояние в котором должен быть отключен мозг помните сказал что он помогает нам интерпретировать и вот эту вот функцию интерпретации если мы уберем то велика вероятность что мы сможем понять что есть реальность поэтому это и не страшно небезопасно это нету этих слов которые могла бы я вам описать что такое реальность какие иллюзии мешает нашему развитию какие способствуют вот какие мешают а какие способствуют смотрите мешает те которые приводят десятки педаклей мешают иллюзии по поводу материи потому что здесь все-таки педаклей и здесь это последняя карта в колоде тару десятка педаклей да то есть полное уже сформировавшиеся понимание того как устроен мир на то есть вот иллюзии в которых нету вообще никакого развития дату они так или иначе мешает нашему развитию потому что там десятка педаклей это стабильность это уже все выстроенное это уже готовое да там нету развития то есть колода завершается не следующий этап это вот как раз аркан шута до заново то есть ощущение такое знаете вот перерождение на поэтому мешает иллюзия мешает во-первых те что связаны с сознанием понятием материи потому что здесь педакли и те которые уже окончательно сформированы да вот только так и все знаете это вот опять-таки некий такой догматизм да что есть одна религия только вот это вот я верю только в этого бога все больше другого бога не существует да либо вот например в мире вот устроено только так вот земля она круглая все больше она не подлежит никакому пересмотру она не может быть там плоская она не может быть никакая просто потому что это вот уже устаканившиеся понимаете на вот вот такие вот иллюзии мешают а какие способствуют полу пажа педакли способствует и люди те которые помогают обучаться научатся чему-то новому в которых есть некое такое движение характерная черта пажа педакли это любопытство причем любопытство и внимательность здесь ключевое слово внимательность page педакли это тот человек который всегда с любопытством будет интересоваться например какие цветы вы любите да либо когда у вас день рождения, он будет запоминать эту дату, и в нужное время он всегда вас поздравит. Либо это человек, который будет замечать, допустим, что вам нравится, что вам не нравится, и он дает вам то, что как раз вам нравится, он очень внимательный. Поэтому внимательность и обучаемость, то есть желание постоянно чему-то новому учиться. Помню, да, нам нужна шестерка мечей, нам надо расширять, либо тройка жезлов, расширять свое сознание. Расширять свое сознание не с точки зрения, как бы так сказать, какие еще новые иллюзии есть, а с точки зрения, скорее всего, того, что допускать вероятность того, что да, окей, я это могу и не знать. То есть это может быть и не так. К примеру, да, земля может быть и не круглая, она может быть и плоская, она может быть как эллипсообразной, она может быть другой какой-то геометрической фигурой, но поскольку я не могу этого доказать, но я допускаю, что есть вероятность, что она какая-то другая, да, вот какой-то такой формат, да, то есть я допускаю, что я в чем-то ошибаюсь и наверняка я ошибаюсь, потому что то, во что я верю, это то, что я знаю. Знаю, как говорил, говорили древние философы, в том числе мои предки, да, одно знаю, что я ничего не знаю, ну и продолжение фразы, а другие и этого не знают, то есть вот это вот важно, да, что я ничего не знаю, сколько бы я не знаний не имел, я всегда буду приходить к пониманию того, что я ничего не знаю, потому что я не могу ничего доказать, потому что любые, почему я не могу доказать, потому что любые доказательства, они будут исходить из нашего опыта, И поэтому есть допущение только того, что все, что мы знаем, это есть субъективная правда. То есть как познать истину? Здесь надо, скорее всего, приходить к тому, что я говорила, к свету. Надо быть именно в потоке. Надо идти к источнику. Что есть источник знаний? Однозначно, это не наш материальный мир. Это что-то вне нашего материального мира. Потому что материальный мир – это тоже иллюзия. Десятка педаглей. Так, идем дальше. Как выйти из иллюзий и насколько важно от них избавляться? Давайте на вопрос «важно-неважно» я говорить не буду, потому что здесь каждый решает самостоятельно. А вот как выйти из иллюзий? Хотя, в принципе, я уже рассказала. Как выйти из иллюзий? Тройка кубков. Знаете, тройка кубков – карта праздника. Карта праздника, карта легкости. Вот вкупе как раз киспожом педагли – открытость. Открытость этому миру, познание абсолютно всему. Дети, они доверчивы. Они во все верят. И вот такая, вы знаете, позиция о том, что легко ко всему относиться. Почему? Потому что не знаю, насколько нам дано познать истину. И вот поэтому относиться намного проще, намного легче ко всему, что нас окружает, в том числе к людям, к их убеждениям, к их взглядам. Поэтому вот это поможет приблизиться. То есть вот то, что я сказала, да, окей, я допускаю, что ты тоже прав, да. Что там, я не знаю, что именно так я и выгляжу. Не так, как я считаю, а так, как ты считаешь, да. То есть я не говорю, что я принимаю эту точку зрения в контексте того, что это естественно нет. И я допускаю. И вот эта вот легкость, легкость восприятия, да, тройка кубков, легкость в ощущениях, легкость в эмоциях, открытость по пажу педакли, да, желание все время чему-то обучаться. То есть вот это и есть движение, да, принятие и движение, принятие и движение. Не, знаете, не скопление, это не четверка педакли, когда я держусь за это что-то, да, вот я что-то узнал, я держусь. Нет, я легко могу с этим расстаться, я легко могу сменить свои убеждения. Сегодня у меня один взгляд, завтра у меня другой взгляд, сегодня я в это верю, завтра в другое. Это не говорит о том, что у нас нету собственного внутреннего стержня. А это как раз говорит о том, что я осознаю, что мы живем в иллюзии, вот, и реальность, она, где-то она есть. Но я ее не могу понять, поэтому окей, это иллюзия, я каждый день выбираю ту иллюзию, которая ближе мне. Вот в чем вопрос. А у каждого вот это вот свое ближе, оно будет свое. Для чего? В контексте чего вам это ближе? В контексте развития, в контексте удобства, в контексте, я не знаю, получения какого-то наслаждения. У каждого это будет свое. Может ли иллюзия быть защитным механизмом для нашей психики? Интересный вопрос. Четверка Жезлов. Четверка Жезлов у нас говорит о некой такой стабильности. Может ли стабильность являться защитным механизмом? Я не знаю, да, сказать. Но мне здесь идет то, что иллюзия, она является, знаете, вот, каким-то таким праздником, ну, то есть чем-то таким позитивным, но она как будто бы необходима для некой, для поддержания некой стабильности. Чтобы, знаете, четверка Жезлов у нас говорит о расслаблении неком, да, таком. Ну вот хорошо, когда праздник, мы все расслабились, мы все получаем удовольствие. Так вот здесь четверка Жезлов, она говорит о том, чтобы, знаете, вот как будто бы присутствовала некая такая структура, да, чтобы вот эта вот вся система, чтобы она не развалилась, потому что здесь как будто бы эта система нужна для обучения, как я уже сказала здесь, да, для, то есть вот эта дуальность, она нам нужна, она помогает нам обучаться, да, то есть смотреть, как я уже сказала, да, вот наша душа, она как будто бы совершенствуется через эту иллюзию, то есть через проживание разных моментов, которые бы она не смогла прожить, если бы она была идеальна. То есть в идеале нету развития, а вот именно в иллюзии есть развитие. Так, еще раз уточню, может ли иллюзия быть защитным механизмом для психики, выпадает семерка кубков? Нет, скорее всего, это, знаете, хочется сказать, это иллюзия, да, это просто иллюзия, это семерка кубков. Это некое воображение, потому что семерка кубков, ну то, что вот я начала с самого начала, да, она говорит про воображение, про иллюзорный выбор. Помните, в самом начале мы сказали, что есть иллюзия, это некий потенциал вариантов, разных вариантов, да, это общий корень всех разных корней, которые могут из этого вырастить, причина всех причин. Вот что из этого вырастет? Это некая такая стабильная, какая-то стабильная вариативность, да, воображение. То есть ты стабильно можешь что-то выбирать, но при этом вот есть присутствие стабильности. Как это две вещи вместе, я не могу сказать. Ну то есть какая-то, знаете, вот константа, некое такое постоянство, то есть в иллюзии все равно есть постоянство, но при этом вот создаваемое такое воображение, что ты что-то можешь выбрать, вот в этом иллюзия, то есть иллюзия некого такого выбора, но при этом и в этом есть постоянство. Вот что вы поняли, то поняли. Я не знаю. Существует ли такой уровень осознанности, при котором встреча с иллюзией уже не грозит? То есть, по сути, существует ли уровень осознанности, в котором есть реальность, да? То есть существует ли вообще уровень развития, в котором мы можем увидеть реальность? Десятка жестов. Карта опять-таки, да, перехода, завершения, но и одновременно каких-то сложностей, трудностей. То есть, такой велика вероятность, потому что это переход, это начало как раз-таки от десятки к тузу, к переходу. Вероятность, вероятность, да, есть, что существует, но очень сложно, скорее всего, туда прийти. Здесь десятка жестов говорит о том, что человек тащит эти 10 жестов, и ему нужно, ему это трудно сделать. И вот человек должен понять, что он должен сбросить все эти жесты, взять один и пойти в будущее. То есть, не таскать с собой вот эти вот обязанности. Если человек это сделает, опять-таки, жесты, это про развитие, да, помним, именно духовное развитие. То есть, если человек это захочет, да, вероятность есть, но это очень-очень сложно будет сделать. Почему? В чем сложность? В чем трудность? Королева кубков в эмоциях, да. То есть здесь, правильно я понимаю, что нужно вот отказаться от эмоций, от чувствования, да. Здесь выпадает как раз киркан влюбленных. То, что я говорила, не хватает нам в раскладе. Здесь сложно будет, знаете, сделать выбор, определиться в эту сторону. Почему? Потому что здесь будут возникать эмоции. Эмоции. А что это за эмоции? Эмоции по солнцу, знаете, здесь вот как будто бы мы не доросли. Как будто бы мы не доросли. Чтобы вот я говорила, помните в самом начале, что солнце это про самость. Да, психологически мы как будто бы не доросли до этого. То есть мы все равно как-то еще дети. Нам вот, скорее всего, наш уровень осознанности, даже если он и будет присутствовать, скорее всего, знаете, вот ощущение того, что как цивилизация, как раса, да, человеческая, мы еще не доросли. Здесь вопрос не в людях, а здесь вопрос в эволюции общей какой-то вот расы, да, расы человеческой. Здесь вот, потому что солнце, солнце, это все равно еще маленький ребенок, да, для того, вот здесь нарисован, ну, сколько ему там, ну, он еще в этих, в подгузниках, ну, я не знаю, года 2-3, да. То есть до зрелости, мы понимаем, что там еще там, ну, лет 17 надо, да, либо лет 15, ну, то есть очень большое. Это одна треть, условно, одна пятое развитие. То есть вот где-то вот в самом таком начале эволюционном развитии нашей человеческой расы мы находимся. Поэтому не переживайте, если вы считаете, что где-то я в иллюзиях, и почему только я, да. Исходя из этого, я могу сказать, что, ну, наверное, людей, которые живут в реальности, наверное, нету на земле, потому что сам материальный мир, он не предполагает, он создан двойственный. Он создан для того, чтобы мы жили в иллюзиях, он не предполагает. Потому что если ты действительно доходишь до высокого уровня осознанности, я так понимаю, да, как здесь вот по картам говорится, тебе не надо будет воплощаться на планете Земля, где есть эти иллюзии. Скорее всего, воплощение, оно пойдет уже в другом каком-то, в другой какой-то форме. Наш мир иллюзорен, либо реален. Пятерка педакли. Смотрите, пятерка педакли, вообще все пятерки на древо жизни, это уроки. Это уроки, которые мы проходим. И карта пятерка педакли называется карта духовной нищеты. Именно духовной нищеты. То есть финансово обычно, если по этой карте выходит, да, то есть человека могут быть деньги, но у него духовности не хватает. Поэтому иллюзорен ли наш мир или реален? Я бы сказала, что он, скорее всего, иллюзорен. Опять-таки материя, да, попадает в педакли. Почему? Потому что этот мир создан для прохождения урока, потому что пятерка, как я сказала, это уроки. Это уроки, и на древе жизни пятая сфера, это сфера как раз-таки строгости, гибура, и ей управляет Марс. Так строгость нужна для того, чтобы выровнять баланс. И вот здесь как раз-таки, исходя из этого, я могу предположить, да, то есть я не могу сказать сто процентов, но я все время предположение делаю. Что все-таки наш мир, он иллюзорен для чего? Для того, чтобы мы проходили уроки именно духовности. И именно урок в понимании развития, да, это карта кризиса еще. Карта кризиса, когда нарушен баланс, да, то есть пятерка педакли, это всегда, когда человек больше отдает и мало принимает. Он вкладывается, он вкладывается больше, но здесь психологически какой сценарий? Я вкладываюсь не потому, что я изобилен, а я вкладываюсь потому, что я жду что-то взамен. И вот здесь вот эта вот духовная нищета из этого выходит. То есть я отдаю не с желанием изобильности, что я могу, что я наполнен, да, то есть не из благостных каких-то побуждений, а из некой такой зависимости, да, что, ну вот некого такого вампиризма, я тебя отдаю, чтобы взять. Не потому что отдать и отдать, забыть, а отдать и взять. Так, ну и последний вопрос. Может ли быть, что весь наш... Очень интересный вопрос, медленно его зачитаю, услышьте. Игрослов здесь просто. Может ли быть, что весь наш мир одна большая иллюзия, то есть мир, в котором мы живем, внутри которой мы проживаем свои индивидуальные иллюзии. То есть смотрите, это как матрешка, да, одна матрешка в другой. Я проживаю свою иллюзию, вы проживаете свою иллюзию. И вместе мы не просто проживаем свою иллюзию, а мы все вместе находимся в иллюзорном мире. То есть по сути, что происходит? Вы, это иллюзия, да, это голограмма, чтобы вам было понятно, да, иллюзия в восприятии, потому что как я иллюзия, я же живой человек, да. Некая такая голограмма, которая, вот эта вот голограмма, она создана в мире, который сам по себе является голограммой. То есть одна большая голограмма, а в ней много маленьких голограмм. Вот про это вопрос. Может ли быть такое? Давайте посмотрим. Восьмерка жезлов, да, Аркан развития. Может ли быть такое? Сейчас я уточню, потому что мне хочется сказать, что... Я не скажу может, либо не может, а я расскажу смысл этих карт. Там вы уже каждый поймет по-своему, может или не может, потому что здесь выпадает еще королева мечей. Королева мечей, одно из ключевых слов. Королева мечей, это перемены, это изменения. Королева мечей, как архетип, она легка на подъем. У нее очень большой багаж знаний, опыта, достаточно трудный, тяжелый. Путь она прошла, но при этом независимо, не обращая ни на что, она легка на подъем, на любые изменения. Она готова, у нее есть, присутствует готовность. Так вот здесь восьмерка жезлов говорит, это лестница в небо, да, это развитие. Она готова к любому развитию. Поэтому является ли иллюзия в иллюзии, то есть мы в иллюзорном, наша иллюзия, да, наша голограмма в иллюзорном мире, возможно, да. Ну, то есть я могу предположить, что это так, но здесь, как будто, знаете, мне показывают для чего, что это нужно для развития. То есть мне не показывают, так ли это или нет, а мне показывают для чего это нужно, что это нужно для некого такого развития. Причем развитие по аркану умеренности. Опять-таки, древо жизни, путь, который находится на древо жизни, аркан умеренности, он как раз-таки соединяет Тиферит и Исот. Исот – это вот астральный наш план, да, а Тиферит – это вот прям, это средний путь, путь стрелы. Это как раз-таки путь к нашей самости, к нашей целостности, да, то есть когда мы проходим задача аркана умеренности, когда это путь по восходящей, это научиться, это один из глубоких, сейчас я расскажу, что это, но это один из глубоких уроков на пути развития нашей души. И это первая из двух темной ночи нашей души, которые она проходит на пути своего развития. Первая – это по аркану умеренности, а вторая темная ночь души – это по аркану Верховной Жрицы. Так вот первая, она говорит о том как раз-таки, что мы должны научиться управлять своими эмоциями. То есть аркан умеренности, баланс, помимо тех значений, которые есть в общих трактовках, с точки зрения развития души, а мы это сейчас рассматриваем, она говорит о том, что нам это нужно для того, чтобы научиться управлять своими эмоциями. Не их уравновешивать, не сгармонизировать, а прийти к такому состоянию, когда эмоции нами не управляют, когда я управляю эмоциями. И вторая, второй путь души, очень темный, очень тяжелый по Верховной Жрице, он говорит как раз-таки о том, когда Верховная Жрица умеет управлять своими мыслями. То есть первично эмоции и вторично мысли. Так вот здесь как раз-таки, говоря об эллизорности и голограмм наших, мы этот путь проходим к изменениям, перемены, развития. Для чего? Для того, чтобы научиться, опять-таки, очень вот прям все разными словами, про одно и то же, управлять своими эмоциями. Потому что наши эмоции, они не пускают нас как раз-таки на тот уровень реальности, о которой мы говорили. А что есть эмоции? Смотрим. Первый расклад, нет, второй, да, в рубрике «Хочу все знать», когда мы разбирали, что есть эмоции, и тогда вы сможете понять, что это эмоции, что есть эмоции, для чего они нам нужны, насколько они нам помогают, восприятие нашего мира. Так вот для того, чтобы пойти в реальность, нам нужно научиться управлять нашими эмоциями. Чтобы не эмоции нами управляли, а мы ими управляли. Тогда у нас будет, знаете, хочется сказать, холодный такой разум, чтобы мы вышли как раз-таки в реальность. Потому что эмоции – это как раз-таки про пять органов восприятия. Помните, да, я говорила в самом начале, что есть иллюзия. Иллюзия есть пять органов восприятия, то, что вызывает у нас эмоции, и дальше их интерпретация. Из-за интерпретации мысли у нас соответственен ум. Так вот это вот вторая темная ночь нашей души по Верховной Жрице. Для того, чтобы мы пришли как раз-таки к источнику кетер. То есть первично нам нужно научиться управлять своими органами восприятия. То есть, как бы это сказать, не то чтобы... Ну, то есть то, как мы это воспринимаем. И это вот умеренность. И вторично – это то, как мы это им интерпретируем. То есть вот интерпретация и восприятие – это как раз-таки позволит нам выйти на очень высокий уровень осознанности. А дальше Верховная Жрица у нас соединяется с кетер, с источником, да, с тем светом, которым я начала в самом начале, который жался. То есть нечто таким божественным. С источником. Только так мы можем прийти к первой источнику. Вне наших эмоций, вне наших интерпретаций. И вот это вот есть путь стрелы. Прямой, но согласно Древу Жизни мастер выбирает себе путь. Либо путь стрелы прямой по Древу Жизни, да, это как раз-таки средняя колонна. Либо путь змеи – это вот две колонны, левая и правая, да, то есть двойственный мир. Но в двойственном мире, да, много разнообразия, много опыта, он проще. Путь стрелы, он сложнее, потому что ты не должен отвлекаться ни на какую дуальность. Попробуйте быть не дуальны в дуальном мире. Вот это вот путь стрелы. И вот это вот как раз-таки и есть то, что мы говорим. Истина, реальность, в которой, еще раз скажу, в контексте развития расы человеческой мы к этому идем. Насколько нам миллионов лет надо будет еще на это, и мы не знаем. Но однозначно вот расклад показал, что к этому можно стремиться, да. Мы увидели сегодня с вами, для чего нам нужна иллюзия, да, в чем ее плюс и в чем ее минус. Поэтому, не знаю, давайте я просто, как это, знаете, послание в потоке скажу по картам. Вот что карты скажут, скажут. Потому что, не знаю, мне расклад очень понравился. Вот, что скажут карты, как послание? Как послание. Арканшут. Обновляйтесь. Опять-таки, с точки зрения развития души, о чем говорит Арканшут. Арканшута говорит, что я родился в этом воплощении, я рождался неоднократно. И моя задача по Арканшуту просто проживать любой опыт, не оценивая. Отсюда и название-то дурак, да. То есть дурак не думает, он ничего не интерпретирует, он просто проживает. И в этом-то и есть мудрость, да. То есть у Шута, у него шут. У него есть мудрость. Как я говорила на своих курсах обучения, Шутом может стать не каждый. Раньше, в прошлых столетиях, были школы специальные, которые обучали Шутов, да. То есть как правильно веселить императора, потому что в любой момент можно было потерять свою голову. И только Шут имел право высказывать какие-то иронические высказывания в сторону императора, и при этом не потерять свою голову. Это было очень важно. Это было мастерство, это было умение, и это была мудрость. Поэтому Шут, глупец, он одновременно и мудрец. Что у него есть? Точно так же, как у Туза Жезла в данном раскладе, у него есть и потенциал. Что из этого выйдет? Мы не знаем, это чистая душа, которая только что родилась. И духовный урок по Аркану Шута говорит как раз про расширение сознания, свобода. Этому Аркану свойственно ключевое слово свобода, которое говорит расширяйте свое сознание. Расширять свое сознание, не держать в рамках ощущений. Это свобода, это свобода слова, это свобода мысли, это свобода восприятия, это свобода нашего сознания. И Шут, он как раз таки поэтому и доверяет высшим силам, а не опирается на материальный мир. Поэтому он стоит на грани пропасти, готовый шагнуть в бездну, в полном доверии, потому что есть то нечто, во что он верит, что больше его, потому что он осознает, как никогда, что мир это есть иллюзия. И моя задача просто проживать, просто принимать любой опыт, быть готовым, как всему, и получать удовольствие, потому что Шут, это всегда веселье, это всегда некий праздник. Помните, по тройке кубков, вот здесь вот мы говорили про легкое отношение ко всему, безграничное. Шут, это в астрологии планета Уран, это единственная планета на небосклоне, которая визуально идет против часовой стрелки. Не по часовой, а против часовой стрелки. И поэтому планета Уран, кто знаком с астрологией, это всегда первооткрыватели. Ее представители в астрологии, это водолеи, знак водолея, то есть первопроходцы, те, которые на сто лет впереди, как говорится, своего времени. Почему? Потому что у них идеи инновационные. Помните, с чего мы начали? С туза жезлов и семерки мечей. Это инновация, это иное мышление, необычное, не такое, как у всех людей. Это вне нормы. Ну, вот на таком прекрасном послании я и завершу сегодняшний расклад. Я хочу искренне вас поблагодарить за то, что вы смотрите рубрику, пятничную рубрику «Хочу все знать». Я искренне вкладываюсь действительно от души, потому что темы на самом деле они не такие и легкие в интерпретации. Почему? Объясню. Потому что, когда ты владеешь Таро на бытовом уровне, то и у тебя будут трактовки такие достаточно простые и приземленные. Но когда мы используем абстракцию, то и объяснять эту абстракцию без конкретики, но при этом донося смысл очень глубокий, это дорогого стоит. Вот так давайте я скажу. И поэтому для меня именно вот эта рубрика пятничная, она в первую очередь развивает меня. Я ее в первую очередь создавала для себя, для того, чтобы разбираться в каких-то понятиях, а не жить безусловно в мире дуальности. Ну, я не могу жить в ней иллюзии, но хотя бы пускай эти иллюзии будут моими собственными наработками, а не влиянием, веянием откуда вот, непонятно откуда, где и что я взяла. Хочется все-таки, знаете, как-то потешить свое эго. Я сама до этого дошла. Правильно, неправильно? Я не знаю. И опять-таки напомню, что эта рубрика, она направлена на то, чтобы вы задумались, чтобы вы не принимали то, что я говорю здесь за истину, а просто, чтобы вас как-то замотивировать, подумать на те вещи, на которые иначе вы бы никогда не подумали, если бы не попали на этот расклад и 100% скажите мне, хоть покажите хоть одного человека, который задумывается о том, например, что такое иллюзия, либо, например, человек, который задумывается, что такое эмоция. Как правило, мы, люди, не думаем об этих понятиях. Так вот, пятничная рубрика, она на то и направлена, чтобы мы просто подумали, да, хоть как-то повлияли на свое собственное развитие. Не через, еще раз скажу, не через веяние других, не через книги, не через какие-то чужие понятия. Я не люблю шаблоны. Вот я вот прям вот шут, это вот мой аркан. Я не люблю чужие понятия. Я хочу до всего по возможности докопаться самостоятельно. Мне это нравится. А поскольку мы с вами на одной волне, если вы меня смотрите, да, я очень хочу, чтобы, ну, как-то вас замотивировать, не знаю, волшебным каким-то пинком, чтобы и у вас было такое желание просто подумать, а что это, да, задуматься о каких-то понятиях. То есть, возможно, кто-то через медитацию найдет свои какие-то ответы на те темы, которые мы разбираем. Если у вас есть на тему иллюзий, да, в медитации, вы пришли, почему я говорю в медитации, потому что это иное медитация, это иное сознание, не то обычное, в котором мы с вами общаемся, а это видоизмененное, иное сознание. И там велика вероятность, если правильно медитируете, вы можете получить некие действительно интересные знания. Вот было бы интересно, чтобы вы поделились, да, не книжными понятиями, книжными, вот мы посмотрели в контексте Википедии, посмотрели с точки зрения психологии, посмотрели немножко с точки зрения философии, а вот что бы вам сказал лично ваш опыт через медитацию, было бы очень интересно, да, либо просто ваши, честно, человеческие, человеческое мнение, да, исходя из вашего опыта, вашей интерпретации, вашей иллюзии, насчет что такое иллюзия, пишите, делитесь, мне будет интересно, если вы будете писать, что вот в моем понятии иллюзия это вот это, здорово, я просто хочу посмотреть, ну, разные точки зрения, мне будет это вот интересно. Вот, я с вами прощаюсь, наш сегодняшний ритуал с вами завершен, жду вас в понедельник на новом раскладе, еще не знаю, какую тему выбрать, список у меня есть, вот, а в следующую пятницу мы с вами будем рассматривать любовь, что такое любовь. Поэтому можете либо здесь писать вопросы про любовь, либо подождать, когда я вложу в разделе сообщества пост на эту тему, и там пишите свои вопросы. А я еще раз благодарю Наталью, сейчас вспомню фамилию, а то же я же ведь могу неправильно сказать, Наталья Бинина, да, Наталью Бинину за вопросы, Наталья, надеюсь, я ответила вам на ваши вопросы, вот, и вы можете оставить свои вопросы про любовь, что ж такое любовь, будем с вами разбираться. Прощаюсь с вами всем, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова